Здравствуйте, в эфире CR News и сегодня в выпуске. Продолжение следует... ...это помочь в строительстве других объектов Москва-Сити. Предложение поучаствовать в объектах, принадлежащих Москве, сделано компанией Bill Gates Constructions Limited, подконтрольной Афи. Московское правительство может отказаться от своей доли в Мулов Раша в пользу господина Ливаева в обмен на финансирование бизнесменам расположенных рядом объектов. Коммерциал Реэстейс Ньюс. Продолжение следует... Французский Notixis Bank выкупил у Deutsche Bank долговые обязательства Александра Занадворова, обеспечением по которым является примерно 20% сети «Седьмой континент». В залоге непосредственно у Deutsche Bank находилось примерно 20% «Седьмого континента», столько же у Notixis. Таким образом у Notixis Bank появилось обеспечение в виде приблизительно 40% «Седьмого континента». Выкупив еще 20% долга, они консолидировали очень значительную его часть. 40% – это уже весьма-весьма серьезно. Если мы, опять же, абстрактно представляем себе ситуацию, когда банк, допустим, становится собственником такого пакета акций, он, естественно, может влиять на стратегические решения. Но я думаю, что в данном случае финансовую организацию саму по себе это интересует в меньшей степени или вообще не интересует. Скорее склонно считать, что она действует в интересах какой-то третьей страны. Напомним, французская сеть Carrefour подписывала с Александром Занадворовым предварительный договор о намерении выкупить у него «Седьмой континент». Окончательные предложения французы должны были сделать 15 мая, но этого не произошло. Предложение Carrefour 1,25 млрд долларов за обе компании «Минус долг» не устроило миноритариев «Седьмого континента», в том числе основателя сети Владимира Груздева. Переоцененный российский рынок – вот что мешает заключать сделки с зарубежными компаниями, так считают специалисты. Зачем делать этот французский банк, этот вопрос, да, то есть у него было до этого 20%, 20% он еще добрал. Ну, соответственно, он аккумулирует у себя все долговые их обязательства. Возможно, будет дальнейшая продажа просто этого пакета. Carrefour в свое время собирался покупать «Седьмой континент», так и не договорились. То, что Walmart тоже заходит, вроде были какие-то интересы и к покупке ленты, и еще чего-то, тоже пока не состоялось. То есть каких-то вот таких поглощений их пока и нет. Просто, скорее всего, возможно, все-таки, что сети были переоценены в свое время, вот, до кризисной времена. И сейчас идет новая оценка, и, соответственно, новые делаются предложения. Возможно, консолидация долга может усилить позиции банка в переговорах с господином Занадворовым. Commercial Real Estate News. For a closer look at the market. Впрочем, у розничных сетей хватает забот и беззападных вмешательств. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, который был внесен в Нижнюю палату правительством. По идее, закон должен примирить два враждующих лагеря – ритейлеров и поставщиков. Ритейлеры полагают, что новые правила не будут эффективными, а только приведут к росту цен. Когда не компетенции соревнуются, а соревнуются, повторяю, некие политические идеологии. А это очень опасно для экономики. Она сразу от этого хереет, и получаются перекосы. Нужно дождаться, что же там все-таки выйдет из этого черного ящика под названием Госдума, что там выходной процесс, что нам покажет. И тогда, естественно, вот почему я говорю, стратегия будет корректироваться из-за влияния вот этого закона. Большие споры возникли вокруг 16-й статьи закона, которая была внесена Федеральной антимонопольной службой. Согласно статье, розничные сети с оборотом свыше 1 миллиарда рублей и рыночной долей 25% не смогут открывать новые торговые объекты в границах городского округа или муниципального района. Ведь один магазин «пятерочка» в маленьком городе – это уже большая доля рынка. Мы считаем, что в основном принятие этого закона обосновано политическими соображениями. И в этой связи, как бы нам он не нравился, мы вынуждены считаться с политической ситуацией. И наша задача стояла всегда только в том, чтобы этот закон не содержал очевидных нелепостей, которые могут негативно сказаться на ситуации на потребительском рынке. Потому что за любые льготы и преференции поставщикам все равно в конечном счете заплатят потребителя. По мнению ритейлеров, запрет на открытие новых площадей существенно снижает инвестиционную привлекательность сферы внутренней торговли и убивает понятие конкуренции. Теперь все ждут окончательного варианта закона. У фэшн-ритейлеров ситуация другая. Они априори не могут захватить 25% рынка. Они борются не за площади, а за покупателей. Западные ритейлеры успешно выходят на российский рынок. Российским брендам приходится становиться более качественными. Кроме того, сейчас настало время более низких цен. 20% скидка заложена в ценах на новые коллекции многих брендов. Возможно, одна из причин – это снижение ставок аренды. Зарубежные бренды, естественно, пользуются ситуацией кризиса для того, чтобы войти на этот рынок с билетом по меньшей стоимости. И, естественно, как вы слышали, «Манго» наш рынок относительно других несколько меньше пострадал. И поэтому, глядя на это, он становится более привлекательным для тех, кто сидел только на сильно пострадавших рынках. Полгода назад ритейлеры писали письма арендодателям. Теперь они научились не пенять на других, а признавать собственные ошибки. «Ритейлеры стали, арендодатели, стали гораздо сговорчивее. Они поняли, что, в общем-то, арендные места в Европе не просто так стоят 600 евро квадратный метр, почему-то у нас две. Это неправильно. Сейчас очень многие торговые центры опустили, и даются нормальные, хорошие арендные ставки. Мы закрыли только Apple Moon, два магазина. Один мы просто переторговались с арендодателем, а второй был в неудачном месте». Цены в два раза выше, чем в Европе. Это уже вчерашний день. Кризис, по мнению многих экспертов, стал для фэшн-ритейла способом дать себе реальную оценку. Оставляйте свои отзывы и комментарии на сайте CRNewsDefistv.com. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова